ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, где-то тут, потому что тут бы я хотел бы еще, конечно, поставить этот. Так, давайте для начала посмотрим, где можно поставить будет. Ограничение рельефа. Вот тут можно поставить будет. Стретье, большой радиус охватывает. Отлично, тогда кормушка здесь прям вообще-таки впишется очень хорошо. Так, кстати, у нас адмонтазавр всем доволен. Леса ему всего хватает, леса пастбища ему вообще отлично. Ему нужно больше особей своего вида, популяции. Я перепутал, кстати, в первом видео. Популяция – это сколько особей другого вида он может выдержать, а общительность – это сколько особей своего вида. Вот видите, на минимуме, потому что он, типа, одному ему не очень хорошо живется. Все это нужно учитывать, потому что там есть какие-то баги, типа, брахиозавр. Да, блин, я просто забыл, как статистику убирать. Просто брахиозавр, допустим, он не успевает дойти до леса, а лес ему нужен, и он начинает, короче, беситься, впадать в панику. Его приходится усыплять. Кстати, красиво выглядит. Доход уже 57 тысяч. То есть он и там, и там поел? Стандартный окрас мне тоже очень нравится. А сестру Теамима он простенький, то тут он какой-то такой замысловатый. Ага. Так, ну что, 280. Давайте вместо ланчбокса крем-барабасол сделаем. Отлично. Так, я забыл, что у нас прибыли окаменелости. Тупо бабло рубим сейчас и все. Так, наконец-то можно центр экспедиции уже... Ой, этот исследовательский центр активировать. Потому что энергии нам хватает. Электростанцию я уже улучшил. Да, я забыл. Так. Сразу давайте исследование поставим. Нам нужно исследование для... Что это такое? Магазин одежды. Да нет, пока не нужен. Улучшение зданий. Да, нам бы центр ОСА. Скорость перезарядки или что нам надо? Скорость перезарядки, да, и все правильно. Давайте ее и это... 100 тысяч, да? Хорошо. Архив. Что у нас в архиве персонажей? Что за персонажи? Льюис Доджсон. О, именно Льюиса Доджсон. Деннис Недри собирался продать эмбрионы динозавров, сразу получив за это половину оговоренной суммы. 750 тысяч долларов. Остальное он должен был получить после выполнения условий сделки. Для транспортировки эмбрионов Доджсон снабдил Недри холодильным устройством, замаскированным под банку крема для бритья. Ну, понятно, то есть вы в этих всяких магазинчиках, ресторанах устанавливаете различные блюда и прочую фигню. Уже так быстро? О, я... Смотрите. А, теперь нужно, чтобы динозавр напал на людей. Так, хорошо, я открыл ворота, динозаврики, можете выходить. О, угроза динозавра. Ммм, кто же это? Это адмантазавр. Ну, естественно, это специально сделано. Если нужно разобраться со вспешенным динозавром, обращайтесь к ОСА, отряду сдерживания активов. Разлетаем. Коррептируем позицию. Итак, у нас появился беглец. Пора его лачим. Мы не используем смертельные средства, но помните, динозавр не знает, что это учение. Так что будьте начеку. Я понимаю, как важно поддерживать безопасность на самом высоком уровне, но этот способ мне не нравится. Если у вас есть претензии по обеспечению вашей безопасности, я буду рад это обсудить. Но позже. Сейчас мы очень за. Отлично. Всё вышло, по-моему. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Спит как младенец. Обратитесь в службу перевозок, чтобы доставить обезвреженного динозавра. Да, перевозки у нас в центре ОСА находятся. Мы просто нажимаем, и они прилетают из ниоткуда и забирают динозавра. Тем самым временем, точнее, тем временем, давайте-ка закроем ворота. Это греха подальше. Так, ну, естественно, люди разбежались, и рейтинг немножко упал. Но сейчас всё придёт в норму, когда динозавра отвезут обратно. Так, у нас Роди опять. Ну что, мы ещё не выработали? Уже выработали. Так, ну давайте теперь три царатопса. Лоу Рик Рутерс. Работал в комнате управления мира Юрского периода и застал инцидент 2015 года. Всю жизнь увлекался динозаврами и очень интересовался первым парком. Он даже носил тематическую футболку парка Юрского периода на работе. Что Клэр Дерингс начала плохим вкусом. Так. Нам никогда не помешают средства. Это наш шанс немного заработать. В ходе инцидента его коллег эвакуировали, но Лоури решил остаться в комнате управления. Время эвакуации он попытался на прощание подсылать иную с коллег Вивиан Крилл, но получил резкий отпор. Время финальной схватки с Индоминусом Рексом Деринг вела ему открыть загон тернозавра, чтобы спровоцировать Ирекса на борьбу с Ирексом. Так, что еще кто-то есть у нас? Персонаж какой-то еще. Давайте почитаем, кто у нас есть. Денис Недри был программистом, ответственным за компьютерность системы в парке Ирского периода. Считалось, что парк обладал самой продвинутой по тем временам автоматикой среди всех парков развлечений. Финансовые проблемы Недри подтолкнули его к сделке с Льюисом Доджесоном. Программист должен был похитить эмбрионы динозавров. Чтобы создать возможность для кражи, Недри отключил систему безопасности парка. Затем, поместив эмбрионы в банку из-под крема для бритья, предоставленную Доджесом, он помчался на своем внедорожнике к Докам, где должен был встретиться с поджидавшим его агентом. В это время разразилась буря. Я не дочитал. Но за миллион спасибо, кстати. Не откажусь. Вот и закончили. Видите, какое дело. Мы пока так до конца и не понимаем, где границы допустимого, когда речь идет о контроле над этими животными. Однако ясно, что они будут использовать все наши слабые места. И неизвестно, кто из нас первым достигнет предела возможностей. Так что будьте начеку. В нашем комплексе всегда было это противостояние. Эксплуатация против безопасности. Деньги потекут рековой. Ну или кровь. Так, в это время разразилась буря. Недри, ехавший на большой скорости, вылетел с дороги и застрял в грязи. В попытке вытащить машину при помощи лебедки, Недри потерял свои очки. Из-за плохого зрения он не сразу заметил подкравшегося дилфазавра, который плюнул ядом ему в лицо и окончательно слепил. Недри уронил банку, после чего был атакован и съеден дилфазавром. Так еще! Роланд Тембо проснулся как лучший охотник на крупную дичь на кенийском острове Мамбаса. Питер Лудлоу предложил ему возглавить команду охотников за динозаврами, которых нужно было отловить на Ислосорное и перевезти в Сан-Диего. Тембо убедил своего друга Аджая Ситху присоединиться к экспедиции. В качестве платы за работу он потребовал разрешения охотиться на взрослого тернозавра. Поначалу охота была успешной, удалось поймать нескольких динозавров, хоть Тембо и не очень хорошо разбивался в них, и не мог правильно произнести некоторые их названия, но как руководитель группы был незаменим. Триумф охотников был недолгим. Доктор Сара Хардинг и Ник Ван Оуэн выпустили динозавров. План Тембо по охоте на тернозавра был основан на поимке детеныша и использовании его в качестве приманки, чтобы заманить его родителей в засаду. Ван Оуэн спас детеныша и заодно украл патроны Роланда, и когда Ролан столкнулся с Терексом, ему пришлось просто усыпить динозавра. Новость о смерти Ситху огорчила Тембо, и он отклонил очередное предложение от Питера Лудлоу, завив, что достаточно и наигрался со смертью. О, раскопки новые. Формация Хелл Крик – одно из самых известных и самых изученных месторождений окаменелостей динозавров в мире. Формация расположена на территории штатов Монтана, Северная и Южная Дакота и Вайоминг. Она названа в честь обнажения горной породы, найденной у ручья Хелл Крик, близ города Джордан, штат Монтана. Выше нее залегает формация Форт Юнион, ниже формация Фокс Хиллс. Это формация датского и мастрикского ирусов, позднемелового и полиогенового периодов, возрастом примерно 65 миллионов лет. Она состоит в основном из аргелита и сланца с исключениями песчаника. Судя по найденным останкам крокодилов, раньше здесь была прибрежная субтропическая зона поймы рек со множеством озер. Эти реки впадали в западные внутренние моря, разделявшие североамериканский континент в середине мелового и начале полиогенового периода. В музее Скалистых Гор, расположенном в городе Бозмен, штат Монтана, хранится крупнейшая в мире коллекция окаменелостей из-за этой формации. Помимо бесчисленных останков динозавров, в этой зоне также обнаружены окаменелости беспозвоночных, амфибий, рыб, рептилий, черепах, ящерицми и млекопитающих. Здесь можно найти кости следующих видов динозавров. Анкилозавр, Дракорекс, Пахицефалозавр, Стигимолох, Тернозавр, Рекс, Старозавр и Трицератопс. Кстати, мне так никто и не сказал по поводу чтения, слишком ли быстро или какие-то корректировки. Мне бы хотелось узнать, потому что вдруг вам всем не нравится, и вы вынуждены меня слушать. Так, окрас мы потом изучим. А может и сейчас, давайте сейчас вначале изучим окрас. Вдруг Эдмонтозавра получится раскрасить. Так, смотрите, у нас окаменелости земноводных за 120 тысяч. Ага, окаменелости земноводных. Это застывшие останки первых сухопутных животных, эволюционировавших из костных рыб около 370 миллионов лет назад. Так, перед тем, как создавать еще одного динозавра, давайте дождемся изучения внешнего вида. А пока я бы такой, что не против. Так, вот, кстати, вот у нас инфраструктура там. Штормовая станция, она здесь не нужна, здесь погода все нормально. А вот на втором острове уже начнутся проблемы. Продолжение следует... Так, новая статья, наверное, появилась. Нет? Странно. А, да, я хотел бы контракт. Нет, не контракт. Да, задание еще одно взять. Получите 50% генома цератозавра. А с динозаврами можно устроить такое шоу, какого планета еще не видела. Тематические парки очень зависят от посетителей. А что привлекает людей больше, чем новые динозавры? Конечно же я! Ладно, я просто хотел сказать, что нам пора завести парочку новинок. Странно, он как-то дороги стоит. Странно, он будет строить, конечно. Да, капец, конечно. Так, давайте вначале тут что-нибудь поработаем над землей как-нибудь. Тут, мне кажется, в любом случае так будет. Я с этим ничего не смог сделать. Печально, да? Ну ладно, давайте хотя бы электричество поставим. Отлично! Так, мне теперь интересно. Эдмонтазавр, смогу ли новый окрас появился у него? Нет? Нет. Тогда давайте просто его создадим. Я бы даже сказал парочку. Так, теперь давайте изучать гены. Все подряд. Гены. Ген внешнего вида горы. Добавление этого гена изменит окраску динозавра на серо-зеленый. Источник лишайниковый кузнечик. Нифига себе. ДНК кузнечика добавляет в ДНК динозавров. Довольно занятно. Так, что тут у нас? Все довольны? Да, довольны. Относительно. Так, что еще я могу пока сделать? А, я хотел строить новый загон для Трицератопсов. Трицератопсов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прямо до границы думаю построить DimaTorzok Так, ну там они уже не пролезут ДимаTorzok Так, сейчас нам будет все сгладить Тем временем у меня приплыли окаменелости Интуитивное обучение Тесты показывают, что ДНК ворона Корвус Коракс Формирует быстрые нейронные связи в мозгу Так, ну давайте выпустим Увеличим Приход гостей Я так понимаю, я еще могу Струтеомимов создать Этот динозавр, Эдмонтозавр Был впервые найден при раскопках в Канаде Сами догадайтесь, где именно Для Тирекса он лучшее лакомство И с ним не поспорим Отлично, теперь они более рады Теперь их трое в загоне И рейтинг понемногу увеличился Так, отлично, стопроцентный Трицератопс, но у нас новый окрас А, нет, смотрите Оттуда новый окрас у него появится Значит, отлично Перенаселения в загоне не будет Теперь тогда продолжаем Заниматься загоном У Трицератопсов Так, дорогу пока уберем Так, сколько стоит 400 тысяч Продолжение следует... Так, ну им воды еще бы нужно Для начала я бы такой, что Подумал бы, куда поставить Обозревательную фигню А потом уже куда в воду О, это вообще шикарно будет Трицератопсов Так, здесь дорога не присоединила Ай-яй-яй Такс Теперь нужно разобраться с водой Где у нас будет вода Так, здесь они выходят Я думаю, ну где-то тут можно Как же это все дорого Сразу поставим кормушку Вот тут Чтобы хорошо было видно Вспышка болезни Отличная Ну, ээээ Плохо, конечно Но имелось ввиду, что Есть чем заняться ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куда побежал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Халявный 2000 Не помешает Условия улучшаются ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такс У нас окаменелости, да, прибыли? Угу Халявные денежки Интенсивная регенерация шкуры ДНК анолиса Анолис королиненсис Умеющего отращивать ветерянный хвост Значительно улучшает регенерацию здоровой тканей Что у нас еще тут есть? У нас есть ДНК акулы Построжилая акула, да? Так, ребята Короче, давайте посмотрим Сколько у нас будет нам стоить Трицератопс 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 Мать его, тысяч Класс Так, у него Три варианта окраса Но мы, естественно, Создадим Всех видов Нам требуется Трицератопса Мы каждого по одному Создадим Так, здесь Что мы можем? Вот Это неплохо Ага Защиту и живучесть повышают Да? Так, а сколько В минусы выходит? 95 То есть Я просто боюсь, что Может не создастся Ну, короче Так У нас острого крокодила Может, короче, эмбрион не выжить Вот в чем прикол Будет печально 230 тысяч просрать Ну, вот такой, думаю 276 Теперь осталось О, я могу Слишком дорого? Эмбратан 300 тысяч Вот Ха Выводим Надеюсь, он не сдохнет Потому что будет очень печально Просрать 276 тысяч Ну, и рейтинг сейчас сразу повозрастает Все такое И я тут у него поставлю все Всякие тут деревья, кустарнички Пока-то нафиг надо Окаменевости прибыли Сейчас деньги, кстати, получим Очень много денег, кстати, получаем Так, все Отправляем, наконец-то, цератозавра искать ДНК темноперы Серые акулы Кархаринус Амблиринхоз Обеспечивает хорошее сопротивление болезням В том числе и раку Это прикольно Это клево Это клево Ну, как видите, дают рейтинг И улучшают жизненные показатели Динозавра, да То есть нужно изменять ген Чтобы динозавр получился более привлекательным Для посетителей И, соответственно, более живучим Прожил дольше Ну, дольше проживет Меньше тратится на новые виды Вам придется Ну, на новых динозавров Почти готов Пока обрыва нет Значит, 88% для них Это еще терпимо Это хорошо Как раз Может, накопим уже на второго Трецератопса Под конец видео Я думаю, это будет вообще нормалек Хорошее завершение В каждом видео по динозавру новому Это прекрасно Музыка просто мое почтение Нет, динозавры прелесть Обязательно нужно будет поиграть в песочницы Какой красавец Просто нет слов Вижу, у вас вылупился Трецератопс Сейчас он миленький Но уже через неделю все изменится Странно Ему и пастбища, и леса хватает Хотя их тут по минимуму, по-моему Ну, ладно Расхватает Прекрасно Я не был уверен насчет этого контракта Но боссы довольны Так что и вам должно быть приятно Ой, он облизнулся Классно Точно ты всем доволен? Не надо лес тебе ставить Да, ну ладно, хорошо Выводим еще одного Трецератопса Модифицируя геном Хорошо, уберись Сто тысяч я уже получаю Так, подожди, акула где? Акула тут я не вижу Здесь тоже нету Видать, к этому динозавру акула не прилагается Хорошо, горные создаем 300 тысяч В минуса пошли Так И сразу успех вы посмотрите Ну раз пока денежки есть Давайте Последнее исследование Добавление этого гена повысит атаку в защиту ДНК гадюки И подталкивает Использовать нападение в качестве защиты ДНК гадюки Да? Хорошо Раскопки А, новое место раскопок у нас появилось же Я забыл Формация Моррисон В 1877 году неподалеку от местечка Моррисон Штат Колорадо Артур Лейкс обнаружил первые ископаемые За одноименной формации Этот регион был одним из ключевых костяных войн Конца 19 века Так Даже не знаю, что хуже Использовать этих существ как расходный материал Или выставлять их как декорики Многослойные пласты залежи покрывают территорию площадью полтора миллиона километров Монтани Когда вы делаете дело хорошо Моя репутация тоже растет Я этого не забуду В северной и южной Токоте, Небраске, Канзасе и нескольких других штатах Это формация позднеюрского периода возрастом около 156 миллионов лет Она состоит из песчаника, сланца и известняка, сформировавшихся на месте каналов и поймы реки Есть свидетельства того, что климат здесь некогда был засушливым И обширные территории напоминали саванну В которой произрастали непривычные нам травы, а древние растения Эта зона раскопок стала одной из наиболее продуктивных в Северной Америке Основную массу находок составляют растения Также найдены останки насекомых, крокодилов, ящериц и моллюсков Здесь можно найти кости следующих видов динозавров Аллазавр, Апатазавр, Брахиазавр, Диплодок, Завропельта, Камаразавр и Цератазавр Так, я предлагаю почитать еще про Цертазавр Сейчас звуки заодно послушаем Хочу напомнить, что это не динозавр вымерший А гибрид от компании Инген То есть, как в третьем фильме нам показали Этот Цертазавр был гораздо крупнее своего вымершего предка Высота значит 3 метра, вес тонну, длина 10,4 метра А, тут не влезло, это плохо Не подумали над этим Цертазавр крупный терапод Прямо над глазами у него росли необычного вида гребня На морде острый носовой рог Его название означает рогатый ящер Другой необычной чертой Цертазавра был кожистый панцирь на спине Останки Цертазавра найдены в карьере динозавров Клиндонт Ллойд, штат Юта А также в карьере Драймеса, штат Колорадо Впервые он был описан в 1884 году Позднее Цертазавра также нашли в Португалии Некоторые его фрагменты формации Моррисон Карьер динозавров Клиндонт Ллойд Место раскопки в пойме речной системе На месте раскопок в карьере Драймеса По всей видимости было массовое захоронение динозавров Погибших от засуки За которые последовало внезапное наводнение А что, гены? Агрессивные инстинкты ДНК Гадюки Батриопсис Медуза Подталкивает и использует нападение в качестве защиты Да, но мы это прочитали Новое строение нам не помешает А пока давайте-ка выведем еще одного Трицератопса Сразу модифицируем геном у него Субтитры создавал DimaTorzok Данные господа Рады сообщить, что в фарте осталось Трицератопсис Эээ, вы че, серьезно? У меня сдох этот Черт Но я и не говорил, что создавать динозавров легко Печально Ну хоть эти родились Но теперь мы знаем за то Что они могут не выжить Так, ладно Че ты тут забыл, чувак? Да, ну вы хотя бы увидели Трицератопса Ну, миссия на этот раз у меня удалась Отбраковать Давайте-ка модифицируем геном, чтобы у него больше жизненных показателей было Я просто не знал, сколько ему хватит, а сколько нет И здесь повысим вот так вот Рейтинг, кстати, больше будет А, все, одинаково Тогда вот так Хотя, не погодите Давайте-ка тут сделаем вот так А тут оставим Он же атаку прибавляет, или че? Да Теперь он должен вывести Давайте подождемся Этого момента Красавец Или красавица Фиг его знает Обжорка, обжорка Давай, лопай Сколько оно стоит, не будет? 120 тысяч Давайте поставим Почему бы и нет Какие помехи тут присутствуют? Так, дождемся сейчас отрицератопса этого Так, у меня есть, а? Давайте-ка возьмем два контракта Ага Научное дело Этот новый контракт словно создан для человека ваше стало Хорошо Потом нужно будет третий контракт запросить на коммерческий парк Потому что сейчас мы выполним вот этот контракт Опять Но опять имелось в виду на отдел безопасности Я знаю, к кому обращаться, когда появится новый контракт Блин, из-за отсвечивания я не вижу его воротник Покажи воротник О, они общаются О, я угадал, они общаются Блин, окрас красивый, но я хотел бы увидеть твой воротник Повернись к солнцу Приятель Ладно, потом Их тут стало много О, мне только что доложили о новом контракте Который очень поможет научному отделу И тут речь не только о лояльности Ваша выгода тоже очевидна Ну, это можно прямо сейчас выполнить Вообще без Б Ну, хотя В следующей серии Надеюсь, это видео вам понравилось Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Вступайте в группу канала Ссылка будет в описании О, красавец Живите и процветайте И увидимся в следующем видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok